Здравствуйте! Вы смотрите новости на первом независимом в студии Гуля Алхасова. Вначале коротко о главных темах выпуска. Поселок сгорел дотла и никого не заинтересовал. В редакцию ЗАП-ТВ обратились жители села Тасырхой. По их словам, пожар остался незамеченным властями. Ни тротуара, ни асфальта, ни пешеходного перехода. Какую опасность стоят в себе Чтенские дороги? При рождении глухого ребенка может оглохнуть вся семья. Как и чем поддержать родителей особенных детей? Начнем с самого главного. Режим ЧС, вызванный степными пожарами, в регионе сохраняется. И тревожные вести продолжают поступать. Сегодня в редакцию телеканала ЗАП-ТВ позвонили жители села Тасырхой. Подробнее об этом расскажут мои коллеги. На этих кадрах останки села Тасырхой Борзинского района. Они и сегодня, спустя несколько дней после разгула стихии, ужасают. Жалкие обломки домов, погибший скот. Люди бросали все и пытались спастись. Сегодня все они находятся у родных, но возмущены равнодушием властей. Вот такой крик о помощи поступил несколько часов назад в нашу редакцию. Про наш Тасырхой вообще ни слова. За приозерным деревня сгорела село полностью, вообще полностью. Пожарные так и никто не приехал же там вообще так. Как там дымятся вот эти вот навоз тот же. До сих пор дымятся. Волонтеры с Борзи помогают. Все газовые баллончики, там вот эта газовая печечка, хлеб. А вот эти, я поняла, 4 полностью, 7 грузовиков или что, они поехали, они куда поехали. Вот Тасырхой вообще как будто вообще забыли деревню, что она вообще пострадала. Везут в Чендарс, везут в Хабабулак, везут в Шару, в Александрозаводский район. Сейчас мы уточняем информацию по селу Тасырхой, составляем запросы в ответственные структуры. Тем временем, по данным Забайкал-Пожспаса, за прошедшие сутки работники подразделения противопожарной службы семь раз выезжали на тушение ландшафтных пожаров, общая площадь которых составила 143 гектара. Пока противостояние продолжается, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края приступило к первым выплатам единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей. Уже поступили списки пострадавших из Александрово-Заводского и Борзинского районов общей численностью 135 человек. Денежные средства перечислены в почтовое отделение и кредитные организации этих районов. Списки из остальных районов пока находятся на согласовании МЧС. Для помощи пострадавшим сегодня работает благотворительный фонд социальной помощи «Спасательный круг», созданный Союзом Забайкальская торгово-промышленная палата и Забайкальской медиагруппой. Люди приносят вещи, продукты питания, одежду, но фонду очень нужны помощники. Сейчас фонду требуются добровольные люди, волонтеры, которые помогут нам рассортировать эти вещи, рассортировать помощь, расписать адреса, узнать, кому и какая помощь нужна, у кого какие размеры одежды. И для этого мы приглашаем всех неравнодушных прийти в офисное здание рядом с Макси по адресу Шилова 100, подняться на четвертый этаж и зайти в службу новостей телеканала ЗАП-ТВ. Мы все расскажем и вместе будем помогать. ЗАП-ТВ продолжает следить за ситуацией со степными пожарами. Смотрите новости, звоните в редакцию, если вам есть о чем рассказать. Дарья Юринская, Владимир Николаев, ЗАП-ТВ В Забайкальском крае вступил в селу запрет на посещение лесов по всему региону. Сотрудниками полиции проводятся ежедневные рейды. Но несмотря на пожароопасный сезон, люди продолжают устраивать пикники. За нарушение правил требований пожарной безопасности такой отдых чреват штрафом от 2 до 5 тысяч рублей. В Забайкальском крае 331 дом признан аварийным. 174 из них находятся в Чите. В переселении нуждаются около 5 тысяч человек. Участниками новой программы станут нуждающиеся, чьи дома были признаны непригодными для жилья до 1 января 2017 года. Завершить переселение забайкальцев в Министерство территориального развития планируют через 6 лет. Стали известны имена гостей 8-го Забайкальского международного кинофестиваля, торжественное открытие которого состоится 30 мая в Краевой филармонии. В Багуловой дорожке пройдут Елена Ксенофонтова, Екатерина Гусева, Андрей Руденский, Марина Яковлева, Максима, Верина Анна Якунина, Елена Бабенко и Игорь Ливанов. Более 20 лет жители улицы Заречная в поселке Новокрученинске отрезаны от цивилизации, нет моста через реку. В прошлом году была попытка строительства подвесной переправы, но что-то пошло не так и хлипкое сооружение начало рушиться. Теперь по нему решаются пройти только самые смелые. Более 70 жителей поселка Новокрученинске до сих пор остаются отрезанными от цивилизации. В школу, на работу и даже за продуктами они вынуждены ходить вот по такому вот мосту. Деревянный настил с огромными расщелинами, качающийся под ногами, ни одного поручня и глубокая река внизу. Это не экстремальный аттракцион, а часть пути на большую землю от улицы Заречной. По задумке здесь должен быть новый висячий мост через Ингаду, строительство которого планируют завершить 1 сентября этого года. Но последнее, что сделали строители перед тем, как покинули площадку, установили запрещающий проход пешеходов в знаке. Нынче пообещали на мост построить долгожданный, 25 лет ждали, ждали, но вроде бы строительство началось, и тут же уже обрушился этот новый мост уже. Не знаю, кто прав, кто виноват, где кто причинный. Обещали, чтобы в навигацию ходить спокойно, но как получилось, вы видите, уже знак поверхности проход запрещен уже. Ну мы всякими правдами и неправдами, но перебираемся. Потому что на работу там нужно и в школу ходить, и в детсады, и в больницу всем попадать надо. Строительство моста началось в октябре прошлого года, но все пошло не по плану. Недостроенный мост провис до поверхности воды, оторвав от земли бетонный противовес на левом берегу Ингады. Строители тракторами натянули сооружение, придавили оторванную конструкцию бетонными блоками и сняли дощатый настил, чтобы уменьшить ее вес. В таком подвешенном состоянии мост находится уже почти неделю. Вот я смотрю на ароматуру, она даже нигде не схватена. С основным бетоном, на котором сейчас стою на площадке. Этимент, не знаю, качество или не качество. Берешь руки вон, вон, а ты так. Его можно руками разрушить, но не знаю, что это получается. Мне кажется, не качество, и ароматура между собой вообще не связана, ни грамма. Ее так навтыкали, для вида видеть. Не знаю, кто как рассчитывал, рассчитывал, кого-нибудь тут делал. Но тут живым глазом видно, что нет никакого соединения между плитой основной и торсовой. Более четверти века назад здесь была и паромная переправа, и капитальный мост, по которому еще во времена существования деревообрабатывающего комбината переправлялись через реку груженные лесовозы. После ликвидации предприятия мост сожгли. Так и остались 18 домов, отрезанными от поселка. Но глава городского поселения Вера Шубина уверяет, без переправы жители не останутся. 18 миллионов рублей, выделенные из краевого бюджета, потратят по назначению. То есть сейчас есть время все это исправить. И вот в рамках своих полномочий я уже заказала экспертизу, о причинах говорить не буду, потому что это уже дело экспертов. Единственное, что скажу, что сейчас проектировщики, они сейчас уже нашли оптимальное решение данной проблемы, и мост будет исправлен, восстановлен. Новый мост длиной 170 метров задумывался в том числе как автомобильный, но похоже, что сейчас он обрушится даже от веса пешеходов. Стоит ли говорить о том, что почти сотня местных жителей не рассчитывает дождаться пожарную машину или скорую и надеется только на авось? Иван Тимофеев, Владимир Николаев, ЗАП-ТВ. Пешком по ямам на ощупь в темноте, а если нужно припарковаться, то только на бордюре. Корреспондент ЗАП-ТВ Наталья Протаковская прошлась по небольшому островку Читы и насчитала немало проблем. Пересечение улиц Шилова и Нагорная. Здесь расположен и городской родильный дом, детский медицинский центр и станция скорой помощи. Итак, начнем по порядку. Первая пережившая не один десяток лет проблема – отсутствие тротуаров. А ведь по этой улице ежедневно вынуждены ходить сотни жителей. Вообще тротуары оборудованы для людей? Что можете сказать? А где тротуар-то здесь? Его здесь нет. Видно же, я мы их сделаем. Все размыто, не сделали ничего. Идти крайне неудобно. Мало того, что это достаточно грязно. Совершенно не приспособлено ни для женщин в положении, ни для детей, но и просто для горожан. Несмотря на то, что здесь находятся три медицинских учреждения, люди идут в отсутствие тротуаров по проезжей части, ходить им совершенно больше негде. Если Фаня сделает тротуар, я вас найду, чтобы сказать спасибо. Проблема номер два – отсутствие парковочных мест. Безусловно, сказать, что их совсем нет, будет неправильно. Они есть, но только возле детского центра. Однако парковки совершенно не соответствуют реалиям. Максимально одно парковочное место рассчитано на пять автомобилей, а желающих припарковаться в десятки раз больше. Вот и приходится заезжать на обочину, рискуя лишиться бампера, либо вставать вдоль проезжей части, нарушая ПДД. Машины стоят в хаотичном порядке. У кого дорожный просвет выше, у какого транспортного средства, те рискуют заехать в эту яму. У кого дорожный просвет ниже, соответственно, стоят машины вдоль дороги, что тоже не рекомендовано правилами дорожного движения. Был случай, я сама на машине наехала. Буквально в этом месте, когда снег выпал, не рассчитала расстояние и поцарапала машину. Я сейчас сына высадил, сейчас сын подойдет, я уеду. Припарковаться негде. Мест для парковки фактически нет. Такой транспортный коллапс происходит на улице Нагорной каждый день. В результате улица похожа на одну большую несанкционированную парковку, которая затрудняет выезд машинам скорой медицинской помощи. Как следствие, аварии тут происходят постоянно. Следующая проблема – отсутствие пешеходного перехода рядом с перекрестком. С ребенком пройти вообще даже пешеходный переход, это опасный участок вообще. Здесь также достаточно интенсивно двигается автотранспорт, и постоянно существует угроза ДТП и угроза жизни пешеходов. Проблема номер четыре – отсутствие уличного освещения по улице Нагорная. Идти в кромешной темноте по убитым тропинкам не только сложно, но и опасно. Будущие мамы, малыши, подростки, пожилые люди ежедневно рискуют собственной жизнью. Зимой эта проблема превращается в человеческую катастрофу с переломами и вывихами. Улица Шилова – одна из самых загазованных улиц этого города. Большой, можно даже сказать, огромный транспортный поток, не прекращающийся практически ни на одну минуту, полтора дерева на всю улицу. Все то, что росло здесь когда-то, ТГК уничтожило, взамен ничего предоставить не удосужилось. Наталья Протаковская, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ. Вы смотрите новости на ЗАП-ТВ и мы продолжаем. После сюжетов ЗАП-ТВ о варварском спиливании тополей городская администрация наконец аннулировала ранее выданные порубочные билеты. По данным администрации, в адрес управляющих компаний и других владельцев разрешительных документов уже разослана запрещающая информация. Обрезка ветвей, а также незаконное спиливание повлекут административную ответственность и штраф. В правоохранительные органы будут направлены факты нарушения для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел. Они сбиваются в стаи и могут лишить жизни. Бездомные собаки по-прежнему представляют опасность для горожан. В редакцию ЗАП-ТВ обратилась очередная жертва бездомных животных. Проблема щиты не только горы мусора, но и стаи бездомных собак. Четыре года назад наш город потрясла страшная трагедия. По пути из школы стая бродячих животных насмерть загрызла восьмилетнего мальчика. Тогда об отлове четвероногих задумались всерьез. Прошло время. Сегодня ходить по щитинским улицам снова небезопасно. Дарья Подоляк живет по улице Шевченко, 19. В ее дворе долгое время ютила стая бродячих собак. Животные пугали людей не один месяц. Особенно жестокая агрессия проявлялась зимой и весной. Совсем недавно собак отловили. У нас постоянно здесь собаки. Собаки агрессивные, собаки стаями бегают. Понятно, что виноваты люди. Потому что людям жалко, они подкармливают собак. Соответственно, к ним потом прибегают. Меня, например, с ребенком, вот с этим, еще мы года три было, мы гуляли с ним вместе. Я не успела с рук спустить, меня собаки искусали. Мы тогда тоже заявляли, но толку не было, никого не поймали. Есть всегда, не везде, где есть помойки, мне кажется, там и есть собаки. Скорее всего, здесь надо приюты какие-то открывать, стерилизовать, может быть, животных, чтобы они дальше не размножались. Потому что у нас это круговая порука. Собака щенилась и снова начались новые стаи огромные. Каждый день на стае бездомных собак жалуются по 20 человек, и это только в Чите. Заявки отрабатываются быстро, в течение трех дней. Однако вызовов меньше не становится. Люди бьют тревогу. По Шевченко-19 поступили две заявки 18 апреля. И в тот же день, 18 апреля, и на следующий, 19-го, специалисты выезжали на эти адреса, их отработали. По-моему, в первый выезд две собаки забрали, ну и во второй выезд забирали собак. То есть, да, действительно, там достаточно большое количество было безнадзорных животных. И вот, ну, какая у них дальнейшая судьба у этих животных? Собака отвозят в приют, который находится при КА-3. Агрессивные собаки, если, допустим, они представляют опасность для окружающих, если есть сообщения официально подтвержденные о покусах, они подлежат автаназии. Проблема остается, собаки размножаются, горожане страдают. И пока лучшим средством самообороны остается палка или сумка. Ну, и удача. Ведь если ты со сворой один на один, то шансов выжить почти не будет. Дарья Юринская, Юлия Сидельникова, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ. Как прийти в дом, где нет лестницы и подъезда? Что делать, если там живут бомжи? Чтенка Юлия Вислополова рассказала нам странную историю героини, которой стала она сама. Юлия вспоминает, как проводила здесь свое детство, когда жила с матерью. После смерти родителей ее забрали родственники. С тех пор Юля тут не появлялась. Барак же, пережив несколько пожаров, стоит в таком состоянии уже несколько лет. Из 12 проживающих тут семей переселение дождалась только одна. Остальные либо уехали, либо не дожили. Юлия остается прописанной в этих руинах. У меня, получается, по факту есть прописка, а дома самого нет. Потому что этот дом сгорел в 2009 году. Им никто не занимается. Во втором подъезде живут люди, которые заселились, можно так сказать, незаконно туда. И дом, по факту, никому не нужен сносить, его не хотят. Мы сначала разговаривали с этой женщиной по телефону соцзащиты. То есть она мне говорит, мы сейчас туда придем, с вами поднимемся, все квадраты смерим. Там все такое. И я объяснила, что нет лестничного марша, да, то есть мы туда не попадем. Здесь мы с ней встретились, она пофотовала просто, ну, на телефон на свой, все записала. Говорит, все хорошо, мы вам ответим и все такое. Сколько уже отвечают? Три года. Из рассказов девушки заселены сейчас всего две квартиры. Живут там бомжи. От камер прячутся, на контакт не идут. Жильцы, которые тут проживали, которых я знаю, кто куда разъехался. То есть кто умер после них, наследников не осталось. Многие жильцы тут вот с двух квартир, они просто боятся показываться на камеру, допустим. Кто незаконно продал квартиру и теперь боятся ходить что-то догонять. После того, как Юлия попыталась встать на очередь на получение жилья, началась суета с бумагами. Но даже собрав огромную стопку документов и справок, девушка не смогла добиться результата. Я приходила в администрацию железнодорожного района, получается, дважды пыталась встать на учет. Первый раз мне объяснили то, что я должна собрать свои документы, то есть там ГИБДД, налоговая, что я не являюсь ИП и всем остальным. Я собрала эти документы. У меня попросили копии паспортов, то есть на двух двоюродных братьев. Я объяснила то, что где находится один из них, я не знаю вообще совершенно. Второго принесла. После чего мне пришел опять отказ, что мне нужны полные пакеты документов еще и на них. Юлия просто физически не может предоставить документы второго брата. Он считается без вести пропавшим. Все попытки объяснить это в администрации потерпели крах. Девушка уже 10 лет снимает маленькую квартиру, а в свою даже попасть не может. Вот так и ходит каждый день мимо барака и смотрит в пустые глазницы окон. Смотрит и ждет, когда ответит социальная защита и надеется, что в администрации все же поймут, что от нее требуют невозможного. Мы уже составляем запросы во все ведомства. В скором времени обязательно продолжим эту тему. В Забайкале более 4 тысяч детей инвалидов. У каждого своя особенность развития, но почти у третьей проблемы с речью. Иногда, чтобы сказать простое и важное слово «мама», уходят месяцы и даже годы тренировок с логопедом. О тех, кто превращает лепет в четкую речь, наш следующий сюжет. Глубочайший шок, страх перед неизвестностью и полная отчужденность от остального мира – так описывают свои чувства мамы, которые узнали о том, что их ребенок родился особенным. Одни стоически принимают диагноз, другие спустя месяцы отрицания прибегают к помощи психологов и даже психиатров. Поддерживать таких родителей у Ольги Тыжиновой получается не хуже специалистов, ведь она сама мать необычной девочки. Когда в семье рождается глухой ребенок, глохнет вся семья. Когда в семье появляется ребенок с расстройством аутистического спектра, вся семья становится аутистической, они замыкаются в себе. Они боятся насмешек, они как-то остро ощущают косой взгляд, брошенный на этого ребенка. Чей-то, казалось бы, добрый совет, да, ну что это вы не можете мамочеку своего ребенка успокоить. И поэтому я призываю общество к толерантности и пониманию, к пониманию друг к другу, к доброте и милосердию. Самая худшая ситуация преодолима, особенно если помогают замечательные специалисты, в том числе логопеды. Без помощи логопеда не обходится ни одна семья, в которой есть ребенок с аутистическим расстройством или синдромом Дауна. Под видом непринужденной игры ребенок развивает мелкую моторику и тренирует свою речь. А потом происходит невероятное, неразборчивое лепетание превращается в четкие и всем понятные слова. Сегодня на традиционном фестивале логопедической службы за Байкале собрались более 200 преподавателей коррекционных школ края. Вообще фестиваль это дает возможность показать свои достижения, презентовать свои идеи, познакомиться с идеями других. Он собрал людей, у которых общие интересы, идеи и стремления. В нашем крае живут более 4000 детей-инвалидов. Половина из них обучается в специальных коррекционных школах и успешно оканчивают их, не забывая о тех, кто научил правильно говорить и не бояться жизни. Они все мне запомнились, я их всех помню, со всеми работала. Все дети, они остались в памяти. Поэтому я их когда встречаю, очень приятно, когда они говорят правильно и красиво. Они приходят к нам и в детский сад, и так на улице. Они даже теперь говорят, а мы нашли вас в соцсетях. Самый главный секрет, мне кажется, у всех наших логопедов это доброта. Доброта, которая они, и любовь, с которой они относятся к своим детям. Гуля Алхасова, Владимир Николаев, ЗАП-ТВ. Телеканал ЗАП-ТВ совместно с благотворительным фондом «Пчелка Майя» продолжает рассказывать об участниках проекта «Я помогу». Годовалый Сережа нуждается в вашей помощи. Врачи диагностировали у него первичный иммунодефицит. Для семьи Загребельных рождение Сережи стало настоящим новогодним чудом. Малыш появился на свет 27 декабря. Своей улыбкой он словно маленькое солнышко наполнил обычный зимний день светом и теплом. Мальчик родился крепким и, как тогда всем казалось, здоровым. Однако уже сразу после выписки из роддома не прошло ни дня, чтобы он не болел. Участливая пневмония, первый раз была. Потом второй раз пневмония, бронхит и ангина. Мы полежали у нас в хилке, нас отправили сюда в ЧТО. На Бульварной лежали два месяца. Взяли у нас анализы все, мы по вопросам поставили у нас привычный иммунодефицит. И вот мы отправили вызов в Москву и нас на 3 сентября взяли. По результатам исследований в Москве подтвердился страшный диагноз – первичный иммунодефицит. Это означает, что ребенок родился без естественной защиты. Он совершенно не может сопротивляться инфекциям. И то, что для нас с вами является окружающим миром, для него – источник ежеминутной опасности. Лечение первичных иммунодефицитов – сложная задача. Ежемесячно этот ребенок у нас получает заместительное переливание внутривенными иммуноглобулинами. Также он наблюдается в Москве, в российской детской клинической больнице. Каждый месяц он туда поступает на лечение, на обследование. Потому что эти дети очень тяжелые, диагноз очень тяжелый. И дети нуждаются в трансплантации костного мозга. На сегодняшний день первичных признаков иммунодефицита не обнаружено. Только повторяющаяся инфекция может заставить заподозрить подобный диагноз. И обычные профилактические прививки могут только усугубить болезнь ребенка. Именно так и произошло с Сережей. У Сергея состояние средней степени тяжести. Учитывая, что у него сопутствующие патологии. То есть у него как бы после рождения течет БЦЖИД. То есть это инфекция, вызванная туберкулезной палочкой. У него поражение лимфатических узлов. И в настоящее время он получает четырехкомпонентную терапию против туберкулеза. И когда он будет готов, с этой целью он ездит в Москву, его обследуют. Тогда его планируют на пересадку костного мозга. Только трансплантация костного мозга позволит Сереже восстановить собственный иммунитет. Для проведения операции он должен быть абсолютно здоров. Подтвердить готовность ребенка можно только в центре имени Рогачева. Переезд на поезде ребенок с тяжелым иммунодефицитом не переживет. Необходимо лететь на самолете. В первый раз семье загребельных отправиться в Москву помогли неравнодушные люди, которые организовали сбор денег на перелет и проживание. Вот и сейчас Елена вместе со своим ребенком нуждаются в нашей поддержке. Чтобы помочь, вы можете отправить сообщение на короткий номер 3434 со словом «Платеж могу». В сообщении укажите сумму. Маленький Сережа очень хочет вернуться домой здоровым и счастливым. Наталья Протаковская, Анастасия Шадрина. Специально для проекта «Я помогу». Это были новости на ЗАПТ-ТВ. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на Первом Независимом. Редактор субтитров А.Семкин